Коллеги, здравствуйте! Если уже кто-то с нами, отреагируйте мне, пожалуйста, видно, слышно на минуточку раньше. Вижу сразу. Так, плюс, супер! Это класс! Я думаю, что еще минутку ждем новых участников, пока все подключатся. Слышно хорошо? Громче надо говорить? Ну, здорово! Мне очень приятно с вами всеми познакомиться. Меня зовут Анисия Евдокимова. Думаю, что точно будут коллеги, кто со мной уже знаком, по отраслевым мероприятиям, по выставкам, по НИД. Даже не знаю, чем здесь помочь. Подскажите, пожалуйста, по НИД у кого-то еще или вот у нас только один участник, кому плохо слышно? Коллеги, очень жду вашей реакции. Еще кого-то фонит? Не фонит? Тогда попробуйте, может быть, у вас что-то, телефон попробуйте убрать, потому что у меня полная стерилизация, все отключено, чтобы нам ничего не мешало. Ну что, готовы начинать? Еще раз здравствуйте! Меня зовут Анисия Евдокимова. Я являюсь исполнительным директором событий на туристической компании. Наша компания называется «Фаворит». Занимаемся мы точно так же, как и все остальные участники въездного рынка. Мы занимаемся приемом иностранцев, занимаемся школьниками, внутренним туризмом. Поэтому я с вами, я из той самой команды, отрасли, которая, к сожалению, пострадала от всего, что произошло в мире. Сегодня будем разбираться с тем, что с этим делать. Кроме этого, я кандидат наук, эксперт российского экспортного центра, эксперт площадки «Мой бизнес». Поэтому есть бэкграунд, которым хочу с вами поделиться. Думаю, что сразу будем переходить к презентации. Сейчас главное, чтобы она и у вас, как и у меня, переключалась. Слайды переключились? Подскажите, пожалуйста. Так, супер! Значит, мы готовы начинать. Но первое, что я хотела бы сказать, что мы уже живем с вами в новой реальности. И нам понятно, что границы закрыты, сегодня туристы к нам не едут. И мне бы не хотелось обсуждать эту историю в негативном ключе, потому что, наверное, негативные последствия уже все из вас ощутили. И ощутили сами на себе, ощутили гостиницы, рестораны, туристические компании. Все мы в одной лодке. И говорить про то, что да, все плохо, сегодня не будем. Я прошу прощения, если ждали таких цитат, их не будет. Будем мы с вами разбираться, что делать дальше. Потому что мне кажется, что все сегодняшние участники уже ответили себе на вопрос. Если еще не ответили, то мой вам совет сесть, посчитать и принять решение. Остаетесь вы в отрасли. Будете вы после того, как карантин отменят, заниматься туризмом? Будет ваша компания, гостиница, ресторан открываться? Или вы принимаете такое, наверное, тоже непростое решение, что бизнес слишком рискованный, не такой высокорентабельный? Я из той категории людей, которые приняли для себя решение, что будем работать. И сейчас тогда, если мы не можем работать сегодня, если мы не можем сегодня с вами продавать турпакеты, мы не можем оселить людей в свои объекты размещения, к сожалению, исходя из этой ситуации. Будем тратить максимально эффективно время, будем учиться, будем искать новые пути выхода из кризиса. И я буду рассказывать честно, как есть, чем занимается моя команда сегодня, давать вам советы. Вижу весь чат, если есть вопросы, по ходу слайдов возникают, обязательно задавайте, ничего не бойтесь, не стесняйтесь. Буду сразу в прямом эфире отвечать, чтобы разбирать все ситуации, в том числе и на кейсах. Но первый тезис – это то, что туризм после коронавируса восстановится. И восстановится абсолютно точно, потому что сегодня мы сидим в закрытых коробочках на самоизоляции в каждом регионе. Где-то посложнее ситуация, где-то ситуация попроще. Но мы все хотим и мы привыкли путешествовать. И в такой ситуации сейчас весь мир находится. И огромное количество объектов, показов делают, онлайн-экскурсии. Доверие туристов только осталось заслужить. И об этом тоже сегодня поговорим абсолютно правильно. Доверие туристов подорвано, подорвано к отрасли в целом. Поэтому, возможно, нам с вами, коллеги, придется искать новые подходы. Вот об этих новых подходах и будем разговаривать. Люди будут выбирать безопасность и доступность. Это тезис номер два. Это то самое доверие, которое нам очень-очень с вами нужно. И нам не стоит забывать, если раньше, возможно, многие из вас не задумывались о таких тезисах, как безопасность туризма, как безопасность достинации, куда мы людей по въезду, пока не подорваны. Но здесь давайте поговорим скорее о том, как нам сосредоточиться и это доверие вернуть и заслужить опять. Конечно, очень многое зависит от того, как еще вы, как компании, гостиницы, объекты себя вели в кризисной ситуации с вашими партнерами. И доверие, возможно, где-то, где его нету из-за мировых тенденций, будем заслуживать по новой. И будем сосредотачиваться на том, чтобы рассказывать о том, что у нас безопасно. Не забывайте об этом в своих рекламных материалах, когда вы будете переупаковывать продукты. Посыл о безопасности будет очень важным. И его стоит использовать и стоит подумать, где ваши сильные стороны с точки зрения безопасности. И второй тезис про доступность – это про стоимость. Потому что все мы понимаем, адекватно покупательская способность снизится. Снизится не только у российского туриста, но она снизится и у иностранного туриста. Поэтому помнить о том, что сейчас, составляя коммерческие предложения, стоит учитывать, что, чтобы купили, нужно быть в конкурентной цене. Возможно, звук прерывается. Коллеги, еще у кого-то прерывается звук. Давайте попробую говорить помедленнее. Возможно, мы на рынке увидим эффект демпинга, потому что мы понимаем, что компании, которые сейчас, так же, как и вы, так же, как и другие участники рынка, ваши конкуренты, нуждаются в быстром получении оборотных средств. Поэтому, делая предложение, стоит подумать, где максимально вы можете ужаться по его стоимости и делать предложение максимально доступным, насколько вы можете. Ну или еще интересная идея, про которую я тоже сегодня буду говорить – это добавлять ценности вашему предложению. Вам нужно отличаться. И вот здесь стоит задуматься о том, что цена не равно ценность. Возможно, вы найдете новые посылы, идеи, смыслы, которые вложите в свое предложение. И именно за это люди будут готовы заплатить чуть больше, чем они будут платить вашим конкурентам. Экономика впечатлений сейчас на паузе. А наши люди, граждане нашей страны, граждане других стран привыкли буквально в два клика с мобильного телефона планировать отпуск. И эта потребность не исчезнет. Потребность впечатлений сейчас копится. Когда люди потеряли возможность выходить, ходить в рестораны, путешествовать, их заморозили на период карантина, то вот это желание уже куда-то выйти и хотя бы посетить ближайший ресторан, оно, поверьте, будет работать на нашу с вами индустрию сразу же, как снимут карантин. И мы увидим с вами небольшой всплеск отложенного спроса. И сейчас я бы хотела поговорить о том, какая есть статистика. Картинка, которую вы видите, она находится в общем доступе. Если кто-то не говорит по-английски, то я сейчас попробую вам рассказать, что тут показано. Это статистика восстановления рынка при прошлых эпидемиях, которые уже были. Уже был вирус, который назывался SARS, был вирус, который назывался MERS. И вы видите здесь на графике, это 2003 год, пострадала очень сильно авиационная промышленность на азиатском сегменте. В Южной Корее очень сильно пострадала авиационная промышленность в 2015 году. Почему авиация? Потому что авиация это как раз индикатор для нас с вами в туризме. Это та отрасль, которая фактически отражает объем перевозок, объем путешественников, объем командировок, бизнес-тревел сегмента. И для того, чтобы понимать, как мы будем восстанавливаться, я предлагаю посмотреть на эту самую статистику. Причем самые небольшие колебания – это сезонный грипп, который тоже влияет, как выясняется, на авиаперевозки. Но вот эти вот две истории, самая большая из них в 2003 году показывает нам, внизу мы видим месяцы, показывает, что в третьем месяце, когда был достигнут пик, кризис, эпидемия, было достигнуто такое дно, но потом пошло восстановление. Что не может не радовать, восстановление произошло менее чем за четыре месяца. То есть никто сегодня не говорит о том, что мы будем восстанавливаться годами. Хотя, конечно, такие прогнозы существуют. И я дальше еще покажу прогнозы РБК, который был озвучен имя в эфире, который сегодня уже официально имя опубликован на сайте РБК. Вот для того, чтобы дать нотку оптимизма и показать, что к нормальной статистике после эпидемии все восстановилось в течение трех месяцев. И даже наблюдался небольшой повышенный спрос. Вот здесь этот самый график, который вы можете также найти самостоятельно, можете ссылку. Тоже был вирус Коксаки, был вирус Коксаки абсолютно точно, но вирус Коксаки был локальным и не так сильно повлиял на перевозки. А вот как раз эпидемия Сарса в 2003 году была по своей динамике похожа на коронавирус. Конечно, коронавирус сильнее. Конечно, мы закрыты, когда для всего мира и весь мир для нас такого еще не переживал никто. Но для того, чтобы понять, что будет дальше, нам необходимо с вами вместе... Ссылку на YouTube, я прошу прощения, если кто-то просит на трансляцию в YouTube, то я прошу администраторов техподдержку отреагировать. Думаю, что они сейчас помогут с этим вопросом. Модераторы Profi Travel. Вот, Profi Travel прислали ссылочку на YouTube, переходите туда, возможно, там трансляция будет лучше для вас. Еще раз возвращаемся к графику, который представлен. Он говорил о том, что вся отрасль восстановилась и даже был отложенный спрос, который показал небольшой рост. Давайте будем опираться на это хотя бы как на пример сценария в экономике, который уже происходил. Если интересно, об этом можно больше почитать в интернете, это абсолютно доступная информация. Есть разные сценарии развития, которые сейчас рассматриваются. Я как человек с аналитическим бэкграундом, я айтишник по образованию, и не такая доля рынка была абсолютно точной. Я с вами, коллеги, согласна, что там все было не так страшно, но это тот базис, на который мы можем опереться. Самое главное, он показывает нам, что из любого кризиса отрасль восстанавливается до объемов, которые были до, и даже показывает отложенный спрос. Что касается сценариев, которые сейчас обсуждаются в средствах массовой информации, обсуждаются аналитиками. Я как человек с аналитическим прошлым и с аналитическим бэкграундом, из всех сценариев считаю то, что у меня сейчас на слайде, ну, наверное, не максимально реалистичным, а таким реалистичным даже с немножко пессимистичным уклоном. Говорят, что основная часть России может быть закрыта, и ограничительные меры могут быть до конца сентября. Так вот, это, скажем так, второй стресс-сценарий, то есть это не оптимистичный прогноз, это не первый стресс-сценарий. Второй стресс-сценарий говорит о том, что в любом случае понятие стресс-сценария – это сценарий, который будет в худшем случае из возможных. И вот этот второй, на мой взгляд, самое страшное, что нас может ждать. Если кому-то нужна нотка пессимизма, она сейчас на слайде, но в конце сентября мы точно откроемся, причем откроемся для всего мира, так же, как и весь мир откроется, потому что мы наблюдаем сейчас опыт Китая, который планомерно начинает восстанавливать свою экономику. Откроемся. Доллар больше 89. Коллеги, кто работает на въезде, а я сегодня про нашу отрасль, про въездной туризм. Для нас с вами, как мы знаем, высокие курсы валюты, то есть падение рубля, которое, возможно, нездорово для внутреннего рынка, точно нездорово для выездного рынка, для въезда – это положительный фактор, который позволит нам с вами играть с ценой. Если ваши партнеры готовы будут ехать в Россию, вы можете дать более выгодное предложение, потому что берем мы с вами рубли и переводим на валюту, которую мы получаем за эти рубли. Так мы станем дешевле. Для нас с вами это хороший посыл, чтобы сделать более дешевые туристические продукты. Я не говорю за всю экономику страны сейчас, но для экспортеров, для тех, кто работает с зарубежными рынками – это хороший знак. На этом со статистикой, аналитикой давайте закончим и перейдем к нотке оптимизма. Реальный сценарий, который, мне кажется, будет в нашей туриндустрии – это восстановление турпотока к сентябрю. Причем восстановление его не в виде одного туриста. Будем надеяться, что к сентябрю мы вернемся с вами к нормальному бронированию туристических поездок в Российскую Федерацию. Нотка оптимизма, которая точно у нас с вами должна быть – это введение электронных виз. Я, как тот человек, который введение электронных виз лоббировал на разных уровнях власти последние лет пять, могу вам сказать, что сегодня это уже свершившийся факт. Подписаны все соглашения. Ростуризм официально выступает с позиции, что нам необходимо поддерживать въездной туризм, нам необходимо увеличивать количество туристов, которые посещают нашу страну. А это означает для нас с вами положительный сигнал, что в виде электронных виз мы видим реальные сдвиги. И будем надеяться, что когда мы подойдем к моменту открытия наших границ для иностранных граждан, электронные визы должны будут заработать, заработать в тестовом режиме. Наверное, у нас будет не так все гладко и не с первого раза мы сможем приспособиться к этой системе, но то, что они будут – это факт. И это для нас с вами однозначно увеличение въездного турпотока. Причем дальше мы поговорим из каких стран. Я здесь очень всем советую опираться на Европу, которая близко к нам лететь и которая лететь к нам недорого. А в авиационной промышленности также надо будет наверстывать все упущенное, поэтому тарифы будут хорошими. И вот на базе этих хороших тарифов электронной визы мы будем видеть новый объем путешественников. Ну и ценообразование с точки зрения курсовой разницы я тоже уже говорила. То, что точно следует сейчас сделать, это уже сегодня вы можете посмотреть на пересчет ваших пакетных предложений. Вы уже сегодня можете подумать, где вы можете снизить стоимость, потому что стоимость будет важна. И чем ниже мы даем стоимость, тем более конкурентоспособными мы становимся. И вот эта вот связочка с предыдущего слайда, безопасность и доступность для нас с вами сегодня очень хорошее, уникальное предложение. В России безопасно, а у нас будет безопасно после того, как мы откроемся. И в России недорого, а у нас с вами будет недорого, потому что произошло изменение курса валют. И то, что мы сейчас наблюдаем на валютном рынке, это стабилизация. Следите за ним, конечно. Я вот сейчас попробую, я прошу прощения, секундочку, попробую расширить чат. У меня закрепленное сообщение. Замедленное восстановление авиарейсов, снятие карантина, отмена безвизовых режимов. Коллеги, замедленное восстановление авиарейсов абсолютно точно будет. Для этого была предыдущая статистика, которая показывала, как восстанавливалась отрасль. Резво восстановление планируется. Но давайте мы будем смотреть на реальную статистику того, что восстанавливались все, и мы восстановимся с вами тоже. Я дальше буду говорить про то, какие сегменты в первую очередь будут восстанавливаться. Дискутировать можно долго, главное сосредоточиться на ключевых посылах. Это безопасность и стоимость, поэтому я предлагаю вот это для себя зафиксировать. Обязательно с вами попробую оставить время, чтобы подискутировать по тем вопросам, которые падают сейчас в чате. Что делать сегодня? Это вопрос, который актуален для любого управленца в туризме. Это вопрос, на который мы с вами отвечаем каждый день. Что нам делать сегодня, что нам делать завтра, и что нам делать до сентября, если нам ждать въездного турпотока, нужно будет до сентября. И если мы будем с вами на это опираться, я бы опиралась на восстановление в сентябре и, исходя из этого, составляла на сегодня план. Египет не откроют к декабрю, кто-то слышал. Коллеги, тут уже пошло обсуждение в чате про Египет. Я еще раз акцентирую ваше внимание. Друзья, у нас сегодня вебинар, который веду я, посвящен теме въездного туризма. Мы будем обсуждать прием иностранцев в Россию и проблематику приезда к нам иностранных групп. Если вас интересует открытие Египта как выездного направления, то это к моим коллегам, которые занимаются выездом. Я здесь, к сожалению, не обладаю экспертизой. Будем обсуждать все, что касается въезда. Я не акцентирую внимание сейчас на вопросах выезда. Так вот, алгоритм действий для въездного туроператора, который может вам помочь в вашей операционной деятельности и то, на что стоит опираться. Первым шагом я предлагаю выявить рынки самого быстрого спроса. Это рынки, на которых турист принимает решение о поездке быстро. Работая с европейским сегментом, я скажу вам абсолютно точно, что европейский сегмент восстановится не раньше, чем к следующему году. По одной простой причине европейцы не собирают чемоданы и не прилетают завтра. Если это турист и если это организованный турист, европейскому туристу необходимо время на принятие решения куда-то поехать, европейскому туристу необходимо спланировать свое путешествие, необходимо обдумать эту идею. Точно так же, как Япония, потому что Япония это страна, которая за два года планирует свои поездки. А вот что касается индийского рынка, это замечательный рынок, у которого огромная покупательская способность. Индия выбирает достинацию очень часто по стоимости, выбирая между разными странами, они могут опираться на стоимость и при этом не так сильно опираться на локальную идентичность. И главное, что индийское население настолько огромное, что этот рынок потенциально может дать нам скачок. И этот скачок мы наблюдали в последний год. Индия очень росла в объеме въездного турпотока. Что касается точек питания, я обязательно расскажу про всех остальных участников рынка, в том числе чуть подальше. В первую очередь выявлять рынки для самого быстрого спроса. Это совет, который подходит абсолютно всем, но я не предлагаю переориентироваться ресторанам на индийский рынок. Гостиницы могут посмотреть на индийский рынок, индийский турпоток. Точно так же, как китайский турпоток. Это турпоток, который после всех эпидемий, которые в Азии случаются чаще, чем у нас, восстанавливается очень быстро. Китайские туристы поедут сразу, как им разрешат. Абсолютно правильно кто-то написал выше в комментариях, как только Китай сам себе разрешит, они поедут. Да, именно так и будет происходить. И все большие операторы китайского потока, которые есть в России, они, открою вам секрет, вообще себя чувствуют прекрасно с точки зрения прогнозов, потому что единственное, чего они ждут, это открытие границ. Как только границы откроются, в течение 3-6 месяцев китайский турпоток восстановится. Кроме того, что китайский турпоток восстановится, опять же, стоимость у нас с вами считается для китайского турпотока в долларах. Китайский турпоток за счет стоимости может начать ехать. Плюс за счет того, что наша страна более безопасна, чем европейские страны для них к посещению. У нас ситуация лучше сейчас проходит по сценарию, чем в некотором ряде европейских стран. Соответственно, ряд операторов, которые китайским сегментом оперировали на европейские рынки, переключатся на Россию в том числе. Это тоже наше с вами конкурентное преимущество. Кроме Китая, обратите внимание на страны Азии. Посмотрите на Тайвань, посмотрите на Сингапур, посмотрите на эти рынки. Они тоже очень потенциальные, как рынки для въездного туризма, рынок Таиланда. Коллеги, я призываю вас, если вы еще не занимались рынками азиатскими, сейчас самое время, чтобы посмотреть, как работают эти рынки, изучить эти рынки и подготовить для них свое преимущество. Я бы хотела немножко анонсировать коллег, у нас есть замечательный российский экспортный центр. Сейчас в каждом регионе открываются экспортные центры. Так вот, экспортные центры вашего региона предлагают абсолютно бесплатно проводить маркетинговые исследования иностранных рынков. Если вы еще не имели опыта работы с экспортными центрами, я вас призываю, этот опыт, получить сейчас время найти экспортный центр в своем регионе и обратиться туда с просьбой провести маркетинговое исследование. Обратиться в российский экспортный центр, который также проводит маркетинговые исследования. Сформируйте запрос и вы можете получить поддержку от наших структур, от структур государственных абсолютно на безвозмездной основе. Исследования они делают классные, наша компания этим инструментом пользуется. На основании этого исследования вы сможете подготовить туристический продукт, который будет отвечать потребностям целевой аудитории. Потому что рынок китайский, рынок азиатский, рынок Индии, это абсолютно разные рынки. Если рынок Индии, это рынок, который может очень быстро дать очень большой туристический поток, но они едут на низкую стоимость, им нужно питание в индийских ресторанах, поэтому вам необходимо найти конкретно точки питания для них в вашем регионе. Вам необходимо просчитать экскурсионную программу в формате обзорных экскурсий, потому что все остальные дополнительные нагрузки, они, как правило, покупают как дополнительный продукт, дополнительный к экскурсионной программе. То для китайского сегмента вам нужен сильный китайский партнер. Китайский сегмент вообще бессмысленно завоевывать без хорошего представителя Китая или без хорошего специалиста по китайскому рынку внутри вашей компании. А сейчас в условиях кризиса очень неплохая обстановка для того, чтобы возможно найти китайского специалиста себе в штат. Потому что поскольку китайский рынок закрыт, освободились китайские гидопереводчики к клиентам-веганам. Правильно, и это тоже особенность индийского рынка. Что касается китайского рынка, сейчас огромное количество китайских переводчиков свободных на рынке, и вы можете с ними договориться о сотрудничестве, можете сейчас с ними сделать кооперацию, потому что в период, когда к нам едут китайские туристы, конечно, специалисты, говорящие на китайском языке, предпочтут работать с группами. Это более высокодоходно. А когда у них нет работы, они с радостью помогают туристическим компаниям уже за вполне себе вменяемые стоимости формировать китайское предложение. Они консультируют, они рассказывают. Подумайте об этом тоже, как о возможности, что нужно сделать именно сегодня, пока мы закрыты, пока мы на карантине. Подготовьте турпродукт, который полностью отвечает потребностям рынка. Дальше, та история, которую вы тоже можете использовать как меру поддержки от экспортного центра. Это переводы. Экспортные центры готовы переводить абсолютно бесплатно ваши продукты, ваши сайты, ваши коммерческие предложения на хинди, на английский, на китайский. И это тоже очень важная возможность, которой можно сегодня воспользоваться. И это та поддержка, реальная поддержка, которую сегодня государство обеспечивает в нашей отрасли. Я знаю, что очень много сегодня в региональных, в отраслевых чатах идет обсуждение мер поддержки. Я постаралась для вас собрать те, которые работают и которые в дальнейшем для вас могут стать коммерчески эффективными. Сосредоточьтесь на том, что уже есть, а не на обсуждении того, чего нам не хватает. Не хватает нам с вами многого, коллеги, это я тоже знаю. Подготовьте сайт, группу в Facebook на иностранном языке. Огромное количество туристических операторов в сезон перегружены операционной работы. И у нас с вами две руки, один отдел маркетинга, и руки не доходят до того, чтобы все наши предложения, которые наши менеджеры делают, публиковать на сайте. Руки не доходят, чтобы вести наши социальные сети. Так вот сейчас то самое время, когда вы можете загрузить своих сотрудников, они могут красиво оформить ваши турпродукты, они могут скреативить новые турпродукты. И вы можете все это повесить на свой сайт, если для этого нужны айтишные мощности, и это сложновато, то для того, чтобы вести и управлять своей страничкой в Facebook не нужно специального образования. Это замечательное время для того, чтобы посмотреть в сторону развития своих социальных сетей. Поверьте мне, ну, конечно, мы не говорим про Китай, где WeChat. Я говорю скорее про индийский рынок, который очень активен, и азиатские рынки, кстати, тоже очень активны в Facebook. Что касается Китая, WeChat, освоить WeChat как инструмент, нанять сотрудников, которые умеют коммуницировать в WeChat. Это тоже очень неплохое время, чтобы этим заняться. Это хорошее подспорье для работы с китайскими рынками. Вот это те советы. Еще раз, выявляем рынки потенциального спроса, готовим маркетинговые исследования, просим поддержки здесь у экспортного центра. Готовим с вами туристический продукт, который отвечает их запросу. Переводим на языки, на которых с ними коммуницировать, находим специалистов в штат себе таких. И готовим точку продажи, свой сайт, свою группу в Facebook. И то, где вы коммуницируете с аудиторией, абсолютно верно. WeChat хороший инструмент для работы с китайскими сегментами. Немного идей, которые отстроят вас от конкурентов, потому что, повторяю еще раз, когда мы выйдем из кризиса, не только ваша компания, но и все соседние компании, не только ваша гостиница, но и все остальные гостиницы, не только ваш ресторан, но и все остальные рестораны будут заниматься попыткой занять свою нишу и попыткой как можно больший кусочек рынка отвоевать себе. Поэтому вам нужно чем-то отличаться. Это время, когда стоит подумать о своих конкурентных преимуществах, которые вас будут отличать от всех остальных. Одно из них – это упаковка туристического продукта. Чем красивее визуальное оформление, чем интереснее ваше описание. И тут я не побоюсь этого волшебного слова – storytelling. Посмотрите, как описывают свои турпродукты на Западе. Это время, когда у вас есть возможность открыть сайт ваших партнеров, открыть сайт других туркомпаний, которые работают с этими сегментами, и посмотреть, как у кого описан продукт. Вы знаете, это прекрасная история, когда мы присылаем своему клиенту вот такое коммерческое предложение в виде программы. Day one, day two, открыв, встали, позавтракали в отеле, выезд на обзорную экскурсию, вы увидите. Оно как под копирку у каждого турагента и у каждой турфирмы, которая работает на въездном сегменте. Поэтому очень советую вам потратить сейчас время на то, чтобы придумать, чем вы будете отличаться. Добавить в описание какие-то новые идеи, добавить истории, добавить туда необычные факты про город, необычные факты. Написать хотя бы уж, напишите в описании обзорной экскурсии не просто фотостопы, а поинты для селфи. Это сейчас популярно, это важно, это востребовано. Нам с вами важно найти вот тот язык, на котором говорить с нашим клиентом, чтобы его привлекать больше, чем его привлекает ваш конкурент. Прозрачное ценообразование. Полетят в меня сейчас тапки от коллег, но, к сожалению, это реальность 21 века. Если вы будете писать в своем предложении, что автобус стоит столько-то, гид стоит столько-то, опция стоит столько-то, обед стоит столько-то, это будет прозрачное ценообразование для вашего партнера на Западе, и он сможет показывать не всем качество услуг в регионах. Мы сосредотачиваемся в первую очередь, конечно, на турпродуктах для Москвы, но в том числе все советы, применимые для регионов. В регионе правда есть проблемы с качеством туристических услуг, тоже хорошее время, чтобы вступить в коммуникацию с партнерами. И вот чуть дальше об этом буду рассказывать. Вот прозрачное ценообразование. Да, коллеги, это страшно. Да, мы хотим турпакет. Да, мы хотим, чтобы мы спрятали свою наценку внутрь пакета, и никто не узнал, сколько мы там зарабатываем. Реальность 21 века, динамическое пакетирование, букинг, агрегаторы, платформы по поиску гидов, платформы в онлайне, которые создают сегодня музеи, где прозрачная стоимость входного билета в музей. Поэтому мой вам совет, делайте прозрачное ценообразование, научитесь свою наценку класть на услугу внутрь вот этих составляющих. Найдите ту историю, когда ценообразование с одной стороны прозрачное, с другой стороны прибыльное для вас. Возможно, включите какие-то уникальные опции, которых нет у ваших конкурентов, но чем более вы будете прозрачны для партнера, вы увидите, что вас начнут чаще покупать. Эта история с прозрачным ценообразованием была применена в моей компании. У нас повысилась на 10% продаваемость на таких рынках, как Индия, например, потому что когда они увидели, сколько стоит еда в индийских ресторанах, они поняли, где точка коммуникации с нашей компанией. Они увидели, что у нас дешевая обзорка иноземка, они увидели, что у нас недорогое размещение, но была очень дорогая еда. И обратившись к нам с просьбой снизить стоимость еды, мы получили ряд партнеров, который до этого уходил в другие турфирмы. Подумайте об этом, как сделать ценообразование прозрачным. Составьте продукты, которых нет ни у кого. Найдите идею, найдите концепцию, выберите узкий сегмент. Сейчас хорошее время для поиска новых сегментов. У меня будет несколько сумасшедших идей дальше, но одна история, которая абсолютно точно сработала у нас, это когда мы стали делать туры для узкосегментированной аудитории. Мы подобрали ассоциации и стали работать с ассоциациями. Это спортивные туры обслуживания людей, которые приезжают сюда на спортивные мероприятия. Это туры для фотографов, когда мы отобрались с российскими фотографами. Очень красивые истории в России, которые можно снять и показать. И стали это продавать на Западе. Это очень популярно. И вот этого не делал до нас никто. Таких туров никто не предлагал. Поэтому какое-то время, пока мы были единственным оператором, мы себя чувствовали очень комфортно. И сейчас мы заняты с командой разработкой вот таких уникальных туристических продуктов, которые однозначно нас будут отличать и позволят нам посмотреть чуть шире на туризм и продавать свои продукты не только классическому туроператору на той стороне, но и так называемой ассоциацией, которая может у нас это купить для своих участников. Например, Международная ассоциация фотографов, которые снимают пейзажи и природу. Вот это та идея, которую я абсолютно спокойно вам даю сейчас. И ее можно развивать точно так же во все остальные направления. Переходим дальше. Что с этим добром в виде турпродукта делать? Давайте скажем, что с нами связаться можно в Фейсбуке. У нас не было нареканий по сервису. Коллеги чат начал жить. Демпинг – это не отстройка от конкурентов. Я говорю не столько про демпинг. Я говорю про демпинг как факт. Демпинг будет на рынке. Вам просто нужно это осознать, что другие компании, возможно, не вы, но найдутся абсолютно точно компании, которые будут демпинговать. Я не призываю вас демпинговать. Я призываю вас быть к этому готовым. И когда ваш партнер западный запрашивает несколько туроператоров, вы ему даете предложение не пакетное, а говорить, сколько что стоит внутри. И он уже видит, где можно с вами вести переговоры. Это точка номер один. Вы даете уникальную опцию, которой нет у конкурентов. Это точка отстройки в случае демпинга номер два. Поэтому про демпинг я говорю о том, что это факт, который нужно учитывать. Без предложения демпинговать в открытую и строите свою ценностную цепочку так, как вам комфортно. Но не забывайте, что у нас есть букинг, агрегаторы, и ваш партнер абсолютно пойдет проверять, сколько это везде стоит. Запустите. Теперь что делать с турпродуктом? Вот у нас с вами готов турпродукт под некую целевую аудиторию, которую вы определили для себя. Куда этот турпродукт девать? Ваши менеджеры по туризму его сделали, и теперь нужно его где-то продвигать. Запустите стори-теллинг в Фейсбуке. Очень классное понятие стори-теллинга – это когда вы рассказываете какую-то историю, рассказываете про места, рассказываете про людей, рассказываете про ваших гидов. Вы можете рассказывать про экскурсии, которые вы проводите. Вы можете рассказывать про локации, которые вы показываете. Вы можете рассказывать интересные истории, которые ваши гиды рассказывают внутри экскурсии. Вы знаете, я обнаружила для себя, что несмотря на то, что я так давно работаю во въездном туризме, я очень много не знала того, что рассказывают наши гиды. Мы просто попросили наших гидов провести экскурсию. Мы созвонились с ними по скайпу и сказали, пожалуйста, расскажите нам, как вы рассказываете экскурсию. Мы готовы полтора часа послушать. Гиды нам рассказали. Мы взяли из этих экскурсий интересные истории. Мы нашли точки, за которые можно зацепиться. И вот это стало базисом для того стори-теллинга, который можно дальше постить в своих социальных сетях. Размещайте турпродукт на сайте с понятными конструкторами. Опишите не только базовую программу, а опишите опции, добавьте фотографии. У нас наши с вами сайты, коллеги, к сожалению, страдают ненаполненностью. И точно так же страдают ненаполненностью сайты моей компании. И мы сейчас занимаемся подготовкой продукта, подготовкой фотоконтента, который будем размещать. И это здорово, что у нас на это появилось время. Откройте коммуникацию с иностранными партнерами. Несмотря на то, что у нас сейчас карантин, никто у вас не убрал в Фейсбуке ваших друзей. Никто у вас не забрал электронные адреса ваших текущих партнеров, с которыми вы работали. Напишите им письмо. Здравствуйте! Как у вас дела? Добрый день! Как у вас планируется дальнейший бизнес? Что вы делаете? На чем вы акцентируетесь? Как вы думаете, когда карантин будет снят? Войдите с ними в обычную человеческую коммуникацию, которая, возможно, позволит вам потом построить на базисе вот этой коммуникации, а не информационного вакуума в период карантина, будущую кооперацию? Коллеги, это здорово, что вы обсуждаете качество. Я думаю, что семинар по вопросам качества прямо нужен. Профи Трэвел запомните, если будет семинар по качеству, аудитория, которая у нас сейчас в обсуждениях, точно на него придет. Все на карантине, кому писать, звонить. Подготовьте адекватный список операторов, если это новое для вас направление. А я считаю, что сейчас это замечательное время, чтобы посмотреть экзибиторов, кто выставлялся от разных стран со своими услугами на прошлых выставках международных. Это замечательное время, чтобы пойти на каталоги сайта турагентов. Это замечательное время, чтобы посмотреть такой ресурс, как, например, винтро.ком, где собраны все международные компании, которые работают в сегменте МАЙС. Это замечательное время, чтобы посмотреть, какие существуют ассоциации, абсолютно разные в международном туризме. Выбрать страну и из этой страны сформировать пул операторов. В этом вам также могут помочь коллеги из торгово-промышленных палат, которые сейчас работают и которые проводят коммуникацию с торговыми представительствами Российской Федерации за рубежом. Наши торгпредства за границей могут набрать пул компаний в определенном секторе и отрасли и передать этот пул компаний по вашему запросу либо через ТПП, либо через центр поддержки «Мой бизнес», либо через экспортные центры. Вот уже порядка пяти идей, коллеги, как можно сейчас собрать адекватный список туристических компаний, которые до коронавируса работали с Россией как с направлением. Можно проработать с ними коммуникацию, можно найти в открытом доступе их контакты, можно написать на их почту, можно найти в Фейсбуке их сотрудников, потому что у половины международных компаний есть свои странички в Фейсбуке, они модерируются теми самыми людьми, которые работают в этих компаниях. И чем более креативно и широко вы сейчас будете смотреть на возможность найти новых партнеров, тем более креативной получится коммуникация. Пошлите всем антикризисное предложение 300 евро на выходные, 150 евро на выходные. Стоимость 300 евро взята очень условно, потому что в каждом регионе своя стоимость. Посчитайте, насколько максимально дешево можно принять группу иностранных туристов в ваш регион сегодня, если к вам есть международные рейсы. Сайт по майс. Давайте я сейчас напишу вот здесь секунду коллеги, я прямо напишу вам, как он называется. Так, и Винтра, да, ассоциации сайта называется и Винтра, и таких на самом деле похожих каталогов в интернете очень много. Если вы потратите один рабочий день на то, чтобы на английском языке поискать, вы их найдете. А еще один секрет рассказываю вам. Если вы будете делать поиск из Гугла, вы можете в Гугле настроить свое местоположение. Настройте, что вы находитесь сейчас в Азии. Набейте в Гугле travel to Russia и посмотрите, что Гугл вам выдал бы, если бы вы были в Азии. Набейте себе как положение, предположим, Индию. И набейте travel to Russia в поисковом запросе. Посмотрите, что видит пользователь. И подумайте, как вам вот в эту историю строиться. Проработать коммуникацию. Предложить всем свое антикризисное предложение. Причем, если вы его разместите на большом количестве источников, это поможет вам собрать коммуникацию с разных точек касания. Проработайте всех партнеров в целом, которые есть у вашей компании. Потому что в тот самый момент, когда откроются границы, и если вдруг к ним придет запрос на Россию, хорошо бы, чтобы у них в голове было название вашей компании, то, что вы им писали, звонили, коммуницировали, и что вы из России. Вот эту связку Россия, ваша компания, вам нужно построить в голове как можно большего количества иностранных партнеров. Чем больше этой подготовительной работы вы сделаете сегодня, тем более качественный эффект вы увидите по окончании всех ограничительных мер. Ну, а мы с вами уже говорили, что эти ограничительные меры когда-то будут сняты, абсолютно точно мы не сомневаемся. Готовьтесь к следующему слайду. Друзья, идеи на грани реальности. Нам иногда надо всем покреативить. Так вот, те сегменты, когда я говорю, поищите сегмент, поищите креативную идею или концепцию. Индийские свадьбы в России. Почему нет? Это суперклассный рынок с точки зрения рентабельности. Его очень хорошо понимают наши турецкие партнеры. Дело в том, что Индия на свою свадьбу приглашает минимум 500 гостей. У них так принято, и для них это здорово и классно. Турецкие отели придумали идею промо своих отелей как баз для проведения индийских свадеб. Потому что у них красиво, потому что можно закрыть целый отель, потому что они предлагают весь спектр сервиса. Так вот, этот вот рынок узконишевой занимает один из наших турецких партнеров, который в какой-то момент нащупал этот рынок как нишу, и уже 5 лет они только занимаются тем, что в Турции организуют свадьбы для индийского рынка. Они снимают для индийского рынка видео, они снимают передачи только с индийским рынком, и они активно это продают, потому что это много людей, потому что это хорошие бюджеты, и потому что Индия готова ехать и играть в свою свадьбу в Турции. Я не говорю о том, что это точно у нас полетит. Я лично участвовала в организации одного такого проекта в Санкт-Петербурге. Это был пару лет назад, был огромный проект, был высокодоходный, высокорентабельный. Не могу вам сказать статистику, насколько это потенциально сегмент большой, но если сделать узкое предложение, то можно в этой истории, например, развиваться. Антикризисный пакет с отелем-партнером. Кстати, рестораны тоже здесь берите с собой в обойму. Если вы знаете, что есть базовый отель, куда вы и до кризиса хорошо селили, проведите сейчас переговоры с менеджментом этого отеля, объединитесь вдвоем, вдвоем выходить всегда проще. Попросите для вашей компании, потому что раньше она была партнером, который хорошо загружал этот отель каких-то индивидуальных условий. Мы все в одной лодке. Отель стоит пустой, у нас нет туристов. Наша задача, как можно быстрее выскочить из кризиса. Проработайте антикризисное предложение вместе. Договоритесь, чтобы отель дал вам хорошую стоимость, чтобы отель дал вам хорошую стоимость на питание в отеле, чтобы отель получил больше дохода, чем только проживание в отеле. Составьте антикризисный продукт и выходите с ним на рынок. Если у вас есть идея, вам понравилась моя идея, например, с индийским рынком, найдите индийский ресторан, объединяйте его с собой. Дайте отель, дайте ресторан, дайте свои услуги. Вместе сделайте небольшую на это наценку. Или каждый из вас должен понять, по какой стоимости ему интересно работать. И выходите с этим антикризисным продуктом. И, возможно, совместными усилиями, если туроператор по своим партнерам, отель по своим партнерам, ресторан по своим партнерам, вы прошлете это коммерческое предложение, а делать его будете в партнерстве вместе, это то время, когда стоит объединяться в честной коалиции. Идея на грани реальности, йога-туры, фото-туры, вело-туры и все тому подобное. У меня есть замечательный партнер в Германии, который организует очень странные, на первый взгляд, путешествия в Россию. Они приезжают с велосипедами и на велосипедах путешествуют в России. Но при этом они ночуют в отелях, им необходимо кушать где-то, им нужна помощь по простройке маршрута, им нужны турлидеры и гиды. И это тоже интересная история, в которую сейчас можно вкладываться, в которую можно находить. Активный туризм, экотуризм, сельский туризм. Это все очень популярное направление туризма на мировой арене. Не забывайте об этом. Спорт вернется быстро. Мы сейчас с вами видим, что у нас отменяются спортивные события одно за другим. Так вот, как только будет разрешено, спортивные события первые вернутся назад. Посмотрите, что вы можете предложить спортивным ассоциациям. Сейчас очень популярное направление с триатлонами, с марафонами. На них едут обычные люди, которые являются туристами. И именно для них можно предлагать точно такой же туристический продукт, как мы с вами привыкли делать на стандартном классическом туристическом рынке. Поэтому это те идеи, о которых можно подумать в кризисное время. Кооперация. Это та идея, которую я уже рассказала в двух словах. И сейчас важно понять, что те, кто объединяются, им будет проще двигаться в коалиции, им будет проще продавать. Вы можете придумать объект показа, с которым вам было бы интересно кооперироваться. Вы можете скооперироваться. Я скажу, что часто не едем и питаемся. Вот, видите, у нас уже идет кооперация в чате. И это здорово, что вы пишете свои контакты, что вы меняетесь внутри рынка, у кого какой продукт. Это тоже сейчас очень важно. И на таких мероприятиях, как наш антикризисный вебинар, благодаря Комитету по туризму города Москва, благодаря проектному офису, всей команде Profit Travel, которые собрали эту аудиторию, сегодня здесь, вот нас с вами 140 человек с копеечками в онлайне сейчас. Представляете, если вы начнете активно писать в нашем чате, ваше сообщение увидит 146 человек на данную минуту. И я призываю вас вот к этой самой кооперации, которая уже вовсю началась у нас в чате. Лайфхаки по текущей ситуации. Коллеги, многие сейчас спрашивают, как нам с вами выживать и что же делать, зарплату платить надо. Я бы советовала всем просчитать затраты до сентября. Будьте реалистами, вы должны понимать, сколько стоит содержать ваш замороженный бизнес до сентября. Продумайте новые сегменты. Если у вас сейчас нету дохода от туризма, можете ли вы зарабатывать на чем-то другом? Я здесь поделюсь нашим опытом. Мы поняли, что у нашей команды накоплен огромный опыт по формированию туристических маршрутов. И если раньше мы занимались чистой коммерциализацией за счет того, что мы продаем свои турпродукты иностранцам, то сейчас к нам обращаются коллеги из регионов, и мы поняли, что мы можем обучать построению туристических маршрутов. Мы можем обучать коллег тем навыкам, которые есть у нас. Может быть, вы экспертны в каких-то отраслях. Ничего страшного, ничего позорного или зазорного, коллеги, в том, чтобы в это время найти для себя модель монетизации, в том, чтобы выдать по вменяемой, невысокой стоимости своим коллегам, может быть, даже где-то конкурентам своей компетенции нету. Поэтому одна из возможных моделей монетизации перестроится на то, чтобы ваши компетенции стали вам приносить доход. Кроме этого, у ресторанного бизнеса эта доставка обсуждалась уже во всех чатах страны, что рестораны одни идут в доставку, другие не идут в доставку. Если вы пойдете в доставку, вы что-то заработаете. Если вы в нее не пойдете, вы не заработаете ничего. Точно так же, как можно продумать, может быть, у вас высокая компетенция в упаковке турпродуктов, может быть, у вас самые классные турпродукты. И сейчас то самое время, когда можно делиться с коллегами, как вы упаковываетесь. Думайте, как на кризисное время построить модель зарабатывания денег. Хотя бы немножко, хотя бы чуть-чуть. Никто не говорит, что мы сможем окупить с вами, коллеги, все наши затраты полностью. После кризиса, когда мы откроемся, мой вам совет. Не держите неэффективные кадры. Вам нужно поставить план продаж, и вам нужно очень жестко следить за его выполнением. Это тот совет, который я даю каждому бизнесмену. И если у вас в команде есть люди, которые не готовы продавать, 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 которые не готовы работать, возможно, где-то чуть больше, чем этого требуется, возможно, где-то чуть больше, чем 8-часовой рабочий день, которые не готовы креативить, которые не готовы open mind быть. К сожалению, я советую с такими людьми расставаться. И вот это кризисное время покажет вам, кто с вами, кто пошел искать ответ на вопрос, как заработать денег или как восстановиться максимально быстро, а кто сел дома и сказал, нет, я хочу получать свою зарплату, а делать я ничего не буду, потому что вот мне сказали сверху, что сейчас у нас, значит, выходные в стране, оплачиваемые работодателями. План продаж, следить за его выполнением. Оставьте только высокоэффективные команды сотрудников и сотрудников в целом. Что я советую еще начать продавать как сегменты, возможно, вы об этом не думали. У нас будет очень много самостоятельных путешественников. Запустите индивидуальные экскурсии для них. Продавайте самостоятельным путешественникам только тот кусочек, который им нужен от вас, как от туроператора. Зайдите на все агрегаторы, существующие на рынке. У меня сразу вопрос, кто есть на туррадаре, кто есть на всех иностранных агрегаторах. Как правило, мы даже не думаем с вами об этом, о том, чтобы туда заходить. Расширьтесь в сторону внутреннего туризма. Внутренний туризм будет восстанавливаться быстрее, чем въездной. Это абсолютно точно, потому что сначала мы откроемся внутри страны, потом мы откроемся для всей страны. Да-да, туррадар. И гуглите еще. Таких же ресурсов очень-очень много, и они есть международные в том числе. Чтобы подобрать международные ресурсы по вашей тематике, я не буду сейчас углубляться в количество немецких агрегаторов, где продаемся мы, например. Заходите в гугл, ставите местоположение, не знаю, давайте скажем, Франкфурт, набираете путешествия в Россию, и вы сразу видите, какие у них агрегаторы у немцев популярные продают что-то в Россию. Делаете то же самое с любым другим рынком. Вы сначала увидите агрегаторы, а потом, как правило, идут туроператоры, которые работают с вашим сегментом и с вашим турпродуктом, с нашим регионом, как Россия. Расширьтесь в сторону корпоративного эмальс-сегмента. Если вы никогда не делали бизнес-тревел, время задуматься и начать делать. Потому что бизнес-тревел – это тот сегмент, который тоже быстро будет восстанавливаться. Потому что командировки и поездки по работе восстановятся по ввиду необходимости того, что корпорациям нужно, чтобы их сотрудники коммуницировали. Да, конечно, будет падение спроса, но это тот рынок, который восстановится чуть быстрее, чем рынок организованного туризма. Поэтому если вы начнете предлагать предложения для корпораций, для корпоративного сегмента, для бизнесменов, которые приехали в город на два дня, или предлагать организацию встреч, или предлагать организацию спецпроектов для иностранцев в России. А здесь очень классная идея давать маркетинговую, консалтинговую поддержку. Очень интересные площадки. Будут ли презентации? Нет, коллеги, у нас на самом деле вообще осталось 4 минуты на мою презентацию. Я пытаюсь успеть дойти по слайдам. Давайте поступим таким образом. Я в конце дам контакты, чтобы вы, если что, могли написать мне запрос. Мы пришлем. Готовы этой информацией делиться? Она не секретная. Переходим на следующую историю. Хорошие новости или не очень? Часть компаний с рынка уйдет. Это неизбежное влияние кризиса. И будут компании, которые разорятся. Будут компании, которые просто решат перестать существовать. Будут те компании, которые решат, собственники решат их закрыть. Это хорошая новость для оставшихся игроков рынка. Потому что это означает, что появятся их партнеры, которые будут делиться между теми, кто остался. Вот к этому моменту, когда закроются ваши конкуренты, когда останутся компании на рынке, вы должны быть во всеоружии. У вас должны быть разработаны готовые пакеты. Вы должны понимать свою целевую аудиторию. И вы должны по всем возможным каналам коммуникации бомбить этими предложениями, чтобы у всех в голове была цепочка того, что Россия, ваш регион, название вашей компании. Вот вы должны замкнуться в этом информационном поле для иностранных компаний и иностранных партнеров. Чем больше точек соприкосновения с аудиторией вы выберете, тем лучше. Я очень советую делать их. Чем больше, тем лучше. Еще это прекрасное время, чтобы пересмотреть позиции всех своих затрат. Рассказываю вам тот лайфхак, с которым мы столкнулись. Мы из-за того, что наступило вот это кризисное время, мы закрыли свои офисы. Мы закрыли офисы и отказались от аренды в торговых центрах, потому что закрылись торговые центры в Москве и Петербурге. У нас нет доступа к нашим помещениям. Но это было тяжелое решение. Мы приняли его с нашей командой, что мы съезжаем с текущих арендуемых площадей. Так вот, эта история сейчас для меня не очевидна, что мы будем в них возвращаться, потому что сотрудники и команда уже научились работать удаленно. И мы понимаем, что нам точно не нужно такие большие площади арендовать. И что у нас не такая большая потребность в офисе. И я очень благодарна кризису, что он нам это показал, потому что, наверное, сама морально, как бизнесмен, я бы никогда не приняла решение взять и закрыть свой офис. Что мы делаем с сотрудниками? У нас сотрудники все переведены на удаленный формат работы. Были еще год назад. Дело в том, что наша компания провела оптимизацию орг структуры. Мы ушли на работу с удаленкой. Мы ушли на работу с удаленными командами. Можно огромное количество моих выступлений на эту тему посмотреть в интернете. У меня есть канал на YouTube, где выступления выложены в доступе, в открытом. Заходите на YouTube канал, смотрите прошлые конференции, где я по 30-40 минут об этом рассказываю. Так вот, поэтому для нас уже модель оплаты за нормы час была нормой. У нас все сотрудники работают в режиме не фиксированных окладок, а в режиме отработанных часов. Не буду говорить, что я Ванга, у меня просто к этому такой проектный подход был изначально. Поэтому мы пострадали меньше всего, наверное, в зарплатной части, потому что наши команды как работали за отработанное время, так продолжают работать и получать зарплату за отработанное время. Мы сделали с ними доп. соглашения, как было рекомендовано, что их устраивает работа на удаленном формате, но они и так у нас на этом формате работали. Поэтому, в принципе, здесь вот, наверное, чуть меньше пострадали, чем коллеги, у кого были штатные сотрудники на штатных зарплатах. Мы в подчасовой истории еще до коронакризиса. Очень советую вам попробовать такие модели, не буду на этом останавливаться. Ключевое, что хочу донести, это сокращайте затраты и подумайте, точно ли вам надо. Вот я сейчас себе отвечаю на вопрос, что если мне нужны операционные офисы, то они будут маленькие, они будут на максимум два рабочих места и только по необходимости для тех сотрудников, которые должны обязательно находиться в офисном пространстве, а пока у нас таких в каждом городе один-два, как мы насчитали. А это, кстати, вот в нашей истории существенное сокращение затрат, потому что у нас три города присутствия, Москва, Петербург, Ярославль, и мы будем суммарно экономить достаточно солидные деньги ежемесячно. Поэтому сейчас, коллеги, мы должны завершаться, потому что 17.00, не знаю, есть кто-то после меня или нет, но у нас регламент час. Есть мои контакты на слайде, есть моя почта, anissiasobachkayandex.ru. Если вы хотите задать любой вопрос, я призываю вас задать вопрос мне на электронную почту. Если вам нужна презентация, которая была сейчас, она уже выложена на сайте anissiasobachimba.ru в разделе «Презентации с выступлений». Коллеги, если еще кому-то интересны тренды аналитика, я буду проводить абсолютно бесплатное мероприятие на своем YouTube-канале в понедельник. Будет прямая трансляция про тренды, что ждет рынок туризма, про внутренний туризм. Я, конечно, побольше буду рассказывать про гостиницы, рестораны. Если сейчас вы здесь с нами, я вас прошу, пожалуйста, читайте чат. Мне очень приятно за ваше спасибо, но там промелькивают классные сообщения. Инвалиды-колясочники, это так здорово. Москва, Старый Арбат, площадь трех вокзалов, колесо времени, рестораны пишут. Пишите, пожалуйста, в чате. У нас еще есть минутка. 140 участников, уже 139, но тем не менее они увидят это сообщение. И даже если одно партнерство или одна коммуникация у нас с вами сложится, это будет наша большая победа вебинара. Еще раз хочу вернуться к тезисам. Туристы поедут. Давайте об этом не забывать. После прошлых пандемий все возвращалось назад к прошлым объемам за 3-4 месяца. Может быть, будем восстанавливаться 5-6 месяцев, но мы восстановимся абсолютно точно. Смотрите на быстрые рынки. Делайте кооперацию с коллегами. Приводите свои социальные сети в хороший вид. Приводите свои сайты в классный вид. Обращайтесь в экспортные центры, пожалуйста. Я надеюсь, что многим кризис позволил посмотреть пошире. Наконец-то остановиться от наших с вами операционных дел, которые сейчас были бы в сезон. И благодаря усилиям, которые принимает Комитет по туризму города Москвы, благодарность им огромная. Благодаря усилиям проектного офиса, который, мне кажется, сейчас 24 на 7 на связи с туроператорами Москвы. Благодаря команде Profit Travel мы с вами прослушали целую неделю антикризисного интенсива. Они нашли самых классных спикеров в стране. Мы честно делимся тем, что, смотрите, мы улыбаемся. У нас хорошее настроение. Мы понимаем, что да, все не здорово. Конечно, не стоит строить замки на песке. Можно дискутировать, восстановимся мы сегодня или завтра. Вопрос только в том, что каждый из вас будет делать. Вопрос в том, что вы будете делать завтра, что вы будете делать сегодня, что вы будете делать послезавтра. Какие результаты этого месяца будут у вас и вашей команды. Чем лучше вы постараетесь потрудиться в это кризисное время, тем лучше ваши результаты будут, когда карантин кончится, границы откроют и к нам поедут. Поэтому я очень рада, что вы все были здесь с нами. Мы уложились в час нашего вебинара. Я еще раз повторяю, что мы открыты абсолютно ко всем вопросам. Я не обещаю отвечать оперативно через две минуты, но в течение рабочих дней мы обязательно ответим всем на все письма. Презентация лежит уже на сайте NSF. И еще раз огромное спасибо организаторам вебинара. Коллеги, я буду завершаться и закрываться, и закрывать трансляцию. Если вы здесь и еще с нами, то пока поддерживается чат, это время заявить о себе. Я вас к этому призываю, потому что сейчас время кооперироваться. И вам спасибо огромное, что в пятницу, в 4 часа дня вы нашли время и были с нами онлайн целый час. Спасибо вам всем огромное. Всем хороших выходных, продуктивных.